Всем родителям хочется, чтобы ребенок как можно меньше болел. Вы не поверите, но это уже хочется и врачам. Потому что основные приемы на работе врача, педиатра, это болеющие дети, болеющие вирусными заболеваниями. Итак, давайте разберемся, как нам сделать так, чтобы наши дети поменьше болели. Прежде всего, это укрепление организма. Что имеется в виду? Во-первых, закаливание. Ребенок должен как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Он будет там и играть, и веселиться с друзьями, и заниматься физическими упражнениями, которые вы для него придумаете. Играть в подвижные игры. Это очень важно. Это воздух, который необходим ребенку для того, чтобы укрепился его организм. Дети должны правильно и рационально питаться. Что я имею в виду? Ведь продукты питания у нас достаточно высокого качества. И каждая мама и папа хотят, чтобы в рационе у ребенка были белки, жиры, углеводы и минеральные вещества, которые действительно прописаны врачом. Но есть еще такая важная вещь, как режим питания. Если ребенок часто болеет, то необходимо режим питания планировать. Ребенок должен получать завтрак, обед, полдник и ужин. Уберите все перекусы. Уберите все мелкие, сладкие, соленые штучки. Печеньки, конфетки, сухофрукты, орешки. Это позволяет пищеварительной системе справиться с тем объемом пищи, который она получает. Без остатка, без шлаков, без загрязнения кишечника. В профилактике ОРВИ имеют значение и медикаментозные средства. Но что это за средства? Давайте разберемся. Сейчас очень много противовирусных средств и средств, укрепляющих иммунитет, иммуностимуляторов. Я не стала бы рекомендовать их для каждого ребенка, даже который часто болеет. Ведь, скорее всего, у него вторичный иммунодефицит, который он приобрел после заболевания. Никак не первичный. Поэтому давайте не будем вмешиваться в иммунитет ребенка с сильнодействующими лекарствами. На самом деле никто не знает точно, как они действуют. Поэтому это только под контролем иммунолога и в крайне редких случаях. Достаточно для ребенка укреплять организм естественными факторами. Вода, воздух, закаливание, солнце, море. Еще хотелось бы сказать действительно про море. Море, горы, прекрасная экология, которая нас ждет на морском побережье. Это прекрасно, это замечательно. И действительно положительно влияет на ребенка. Но самое главное, самое главное, это изоляция от коллектива, невозможность подхватить новые болезни и сохранение питания. Сохранение режима питания и того питания той воды, к которой ребенок привык. Что у нас получается? У нас получается отель, как правило, который не дает этих факторов, который дает все наоборот. Скученность, бассейн с хлоркой, много новых продуктов и совсем другая вода. В итоге ребенок вряд ли наберет здоровье в этих условиях. Для ребенка гораздо важнее то, что я сказала до этого. Это изоляция, это вода, воздух, солнце.